Результаты проведенной модернизации предприятий незаметны на первый взгляд. В главном помещении центрального теплового пункта все так же слышен гул рабочей техники, да и трубы остались прежними. Детали становятся заметны при более внимательном изучении. Буквально на каждом участке трубы можно заметить такие небольшие врезки. Это датчики. Ничем не примечательные на первый взгляд, они собирают самую важную информацию. Именно температура внутри, выходящее и входящее давление. И в режиме реального времени передает ее в мониторинговый центр. Благодаря этому рабочие могут оперативно узнать, где конкретно произошла какая-либо авария и приступить к ее устранению. Также каждый тепловой пункт оснащен системой видеонаблюдения. Таким образом диспетчеры могут оценивать ситуацию не только исходя из поступающих цифровых данных, но и визуально. Плюс ко всему для более чуткого контроля и регулировки температурного режима установлен цифровой датчик температуры наружного воздуха, чтобы принимать решение о либо повышении температуры в контурах отопления, либо о понижении. С этого щитка данные транслируются на находящийся неподалеку узел агрегации. Своеобразный проводник зашифрованных данных. Такие в городе порядка 20. Каждый оборудован так, чтобы защитить технологическую начинку от вандалов. Плюс они оборудованы системой бесперебойного питания. Заряда хватает до 8 часов автономной работы. Мы подаем закрытые каналы, которые связывают все точки теплоэнерго с главным диспетчерским пунктом. Эти узлы обеспечивают работу этих пунктов. Финальная точка, куда и поступают уже обработанные данные – Центр аварийно-диспетчерской службы. Здесь на экраны выведены основные показатели каждой ЦТП. Отсюда можно посмотреть, что происходит на тепловых пунктах. Причем пристального внимания система не требует. При каком-либо отклонении от нормы дежурному поступает соответствующее уведомление. Немедленно формируется бригада, которая состоит из специалистов аварийно-диспетчерской службы. У нас есть транспорт специально оборудованный. Выезжаются на место аварии, инцидента или технического отказа оборудования на котельной или ЦТП. Протестировать систему в полевых условиях пока не приходилось. Работа идет без сбоев. Но к неполадкам специалисты готовы. Все диспетчеры прошли необходимое обучение. На дежурном пульте одновременно находится около 10 человек. Работа с разработанным приложением интуитивно понятна. В данном случае видим, что конкретно сработало на объектах. Будь то охранная сигнализация, либо это понижение температурного режима, которое свидетельствует о том, что нужно повысить температуру в трубах. Либо наоборот, когда порог температуры превышает допустимой, и это тоже выводится здесь и сигнализируется. Главным преимуществом данной системы Анатолий Мишин считает ее открытость к дальнейшим модернизациям. А развиваться есть куда. В будущем предприятие планирует полностью автоматизировать этот процесс и возложить задачу обрабатывать и передавать данные о каких-либо сбоях на искусственный интеллект. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севинформбюро. Кирилл Попов, Денис Александрович, Севинформбюро.